Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня будем разбирать и смотреть, как настраивается лазерный уровень Huepar 902CG. Для разборки нам понадобится крестовая отвертка, откручиваем четыре болта снизу и откручиваем вот эту башню. Она держится также на четырех болтиков. Давайте сейчас это и сделаем. Так, друзья, вот такая составная башня. Получается стекло отдельно, здесь снизу резина у стекла и это сверху тоже резиновая накладка, то есть по большому счету все прорезинено и это зажимается вот такой крышкой, то есть отлично сделано. Давайте разбирать дальше. Так вот, открутил все четыре болтика и просто снимаем верхнюю часть корпуса. Вот таким, друзья, образом все выглядит, очень удобно разбирается, батарейки здесь стоят на месте, то есть прибор можно включить, он полностью запитан, это конечно намного облегчает процесс настройки нивелира. Сами внутренности сделаны очень хорошо, все аккуратно, все пропаяно четко, никаких ляпов, никаких клякс, все сделано очень аккуратно. Так, друзья, и давайте посмотрим, что предлагается нам по настройке данного нивелира. Друзья, настройка Хьюпар 902CG на самом деле очень удобная и одновременно простая, так как здесь можно настроить как и сам маятник, так и отдельно каждую плоскость. То есть, если у вас соосное смещение и горизонт и вертикаль наклонены в одну сторону, то на маятнике есть два истировочных винта. Вот это один винт, вот там утоплен, если вы видите, там под шестигранник, вот под такой, под двойку, то есть в стволе маятника его можно перемещать туда-сюда, то есть отвечает за поперечное смещение маятника. А второй такой же истировочный винт находится вот здесь, он отвечает за продольное смещение маятника, он также ходит в стволе маятника, если вы его сюда выкрутите, то здесь он начнет давить больше, тем самым как бы опуская плоскость. Если вы загоните его дальше, он будет оттуда выдавливать его, тем самым поднимая плоскость. То есть настройка маятника реализована очень просто, ну как и в множестве других приборов на самом деле, но здесь еще удобство в том, что есть скелет, не нужно каждый раз прибор собирать, прибор у вас постоянно запитан, вы чуть-чуть подкрутили, включили, проверили, это кстати является более тонкой настройкой, вот эти два винта, то есть они исправляют небольшие погрешности в районе 5-6 миллиметров, ими можно свободно исправить, если же у вас погрешность больше, либо сбита одна плоскость горизонтальная, либо вертикальная, то здесь уже нужно настраивать непосредственно положение излучателя вот этими четырьмя болтами, которые есть отдельно на вертикали и отдельно есть на горизонтали, да есть такой момент, вот здесь если вам видно, есть такой промежуток щели, то есть здесь ход закручивания еще есть, то есть если у вас сбита вертикаль, то у вас достаточно хода, чтобы подправить ее, допустим у горизонта такого хода уже нету, здесь нужно будет выкручивать все четыре болтика немного, чтобы вся платформа приподнялась, вот как допустим как у вертикали, И потом уже с приподнятой платформы начинать настраивать горизонт. Собственно говоря, в этом тоже ничего сложного нет. То есть, друзья, на самом деле настройка реально очень простая. В большинстве своем вам будет достаточно двух винтов на маятнике. То есть это очень удобно и очень быстро. Есть вот такие еще шестигранники маленькие. Они держат непосредственно ствол излучателя. Их трогать не надо. Да, здесь на вот этих болтиках применяется другой шестигранник на полтора. Он чуть поменьше. То есть по факту вам для настройки этого прибора требуется два шестигранника на два и на полтора. И простая крестовая отвертка. В общем-то на самом деле и все. На мой взгляд прибор идеально устроен. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, если видео было полезным. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok